Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю снова поговорить о стационарных ЦАПах с отключаемым блоком ламп. На этот раз у меня в руках недорогое решение от компании AIMA под названием T10. Базируется аппарат на полноценном выделенном ЦАПе ESS ES9018K2M. За Bluetooth отвечает Qualcomm QCC3031 с поддержкой APTX HD кодека, имеется выход для наушников, встроенный темброблок, пульт управления и, конечно же, функция лампового предусилителя. Будем, как говорится, сегодня разбираться. Собственно, поехали! Пришел аппарат в универсальной такой коробке из переработанного картона. Внутри я нашел непосредственно сам девайс, пульт управления, инструкцию, гарантийный талон, две лампы производства США это JAN 5654, синий USB кабель и импульсный блок питания на 12В 1.5А. Подобные кабели я встречаю далеко не в первый раз, ими вполне можно пользоваться, а вот адаптер логично заменить на линейный. Насколько же это критично, конечно, покажут измерения. Пульт удобно ложится в среднюю мужскую руку, сделан из матового пластика с тактильно приятными такими прорезиненными кнопками. Сюда нам вынесли выбор входа, отключение звука, регулировку низких и высоких частот, включение и отключение ламп, изменение громкости и отключение дисплея. Последнее, кстати, кроме как с пульта, вообще никак не сделаешь. Сам девайс полностью выполнен из металла с двумя американскими лампами сверху и четырьмя резиновыми ножками в основании. Под лампами, как это часто и бывает, просматриваются те самые читерские светодиоды. Так что приятное такое теплое освещение тут, можно так сказать, искусственное. При этом греются лампы изрядно, нагревая собой и весь корпус устройства. Изумляет лишь то, что неважно отключен или включен блок ламп, они все равно будут работать. Подобную недоработку мы совсем недавно видели в DILVPOETRI DAK DT1 и здесь все ровно так же. С другой стороны, кушать они не просят. По входам девайс воистину внушает уважение. Здесь у нас обычные RCE, чтобы использовать ЦАП в качестве лампового предусилителя, блютуса, PTX HD кодека, оптика, коаксиал и классический USB для подключения к компьютеру. То есть подключить данный ЦАП мы можем к любому гаджету по блютуз, к телевизору, приставке или чему угодно еще по цифре, или же к компьютеру со смартфоном по USB. Выхода же тут только два. Это линейный RCE для активной акустики или усилителя и знакомый всем 3,5 мм выход для наушников. По мощности тут 180 мВт в режиме отключенных ламп и 140 мВт в режиме включенных. Там прям слышно, что громкость немножечко падает. Переключение же между выходами происходит в зависимости от того, подключены ли наушники или нет. Если там что-то торчит, то звук идет через наушники, если нет, то на RCE. Единственное, что отличает функционал героя обзора от Dill Poetry это общий уровень громкости. В Dill Poetry для RCE и наушников уровень был свой разный. На передней панели устройства разместился небольшой монохромный дисплей с активным входом, качеством потока и уровнем громкости. Последняя, как у Dill Poetry, дублируется полосой прогресса. Из функциональных элементов тут находятся три кнопки, две из которых отвечают исключительно за изменение громкости. А третья включает-отключает устройство, переключает входы и изменяет параметры тембр-блока. Все это делается одинарным, двойным и тройным кликом, так что куда комфортнее это реализовать при помощи пульта управления. Из других достоинств хочется еще выделить отсутствие какого-либо фонового шума в паузах, причем как в случае использования ламп, так и без него. Dill Poetry таким чистым фоном похвастаться не мог. Для разбора необходимо, конечно же, извлечь лампы и выкрутить четыре черных винта на задней панели. Однако не стоит плечаться из-за короткого шлейфа дисплея. Полностью ознакомиться с внутренним содержимым ЦАПа, увы, не получится. Однако даже так легко различить ЦАП ESS, ES9018K2M, USB-чип Bravo и усилитель OPPO 1656. Сменного чипа я тут не нашел, так что модификации возможны только посредством совместимых ламп. Ну и на Bluetooth нам обещают Qualcomm QCC3031 с поддержкой aptX и aptX HD кодеков. Пайка вроде нормально, плата двухъярусная, да все, на мой взгляд, здесь по уму. На Windows 10 ноутбук подцепил аппарат автоматически с возможностью выбора разрешения до 24 бит с 192 кГц включительно. Кроме того, тут еще поддерживается DTS Audio и Dolby Digital, но без нативного DSD и DXD. ASIO реализовали посредством 32-битного драйвера Bravo HD. Мне он, честно говоря, не очень нравится, но в случае необходимости все есть и работает. Я же предпочитаю WASAPI в режимах Push и Event. Со смартфоном через переходник девайс также работает абсолютно со всеми приложениями и стриминговыми сервисами, в том числе и посредством BitPerfect. Измерения я снимал, как и обычно, в 24 бита 96 кГц на аудиоинтерфейсе Moto M4. Причем, не играет роли с RCA это делать или с выхода для наушников, результаты оказались плюс-минус одинаковые. А вот влияние лампы очень даже чувствуется. При ее включении нижняя часть АТХ с минус 0,5 дБ уменьшается до минус 2 дБ, тем самым заметно увеличивая нелинейность. Шумовая полка проходит на уровне минус 140 дБ с небольшими артефактами сети, которыми на самом деле можно пренебречь. Динамический диапазон практически один в один, а в гармонических искажениях за счет лампы увеличивается первая гармоника. При ее отключении можно говорить о уровне минус 90 дБ, а при включении, судя по графику, до минус 70 дБ. Интермодуляционные искажения в пиках мало отличаются и составляют около минус 75 дБ. Если же говорить суммарно, то результат в обоих случаях очень хорошо, однако по сегодняшним реалиям это скорее удовлетворительно. И если в случае влияния ламп еще можно сделать скидку, то для транзисторного решения это уже на грани. С другой стороны, чем звук грязнее, тем нашему слуху приятнее, так как это ближе к природе. Кстати, если извлечь одну из ламп, то уровень сильно падает, хотя и остается в каждом из каналов. В режиме же Tube Off извлечение лампы никак не сказывается. В звучании при включении ламп звук становится чуть тише, но теплее и объемнее. Отключаем, усиливается общая резкость, картинка становится четче, переходные характеристики намного короче. Так что для прослушивания чего-то быстрого и техничного лучше использовать ЦАП в режиме отключенных ламп, а для атмосферного и мелодичного, конечно же, с лампами. Да и как мы видели на графиках, это не истинно ламповый ЦАП, последние тут используются на предусилителе и играют весьма относительную роль. Отчего утепление и сглаживание получается довольно-таки легким, скорее с целью подчеркнуть массу, музыкальность и общую глубину звучания. Мне лично понравились оба варианта. В отличие от DILF POE3 DAC-DT1, транзисторный режим здесь не такой стерильный, да и влияние ламп заметно меньше. В AIMA T10 по большому счету не так уж важно, включать лампы или нет. Да, звук будет вальяжнее, однороднее, но сам характер при этом практически не изменится. Прорисовка планов тут также очень хорошая, то есть не стандартные передние планы и все остальное, а именно второй, третий, четвертый планы. С необходимым и воздухом, разделением и точностью прорисовки. Для разнообразной оркестровой и другой мультиинструментальной музыки герои обзора более чем подходят. Причем здесь тоже можно выбирать, хотите вы выше четкости или же мягкости и объем. Сам же звук тут имеет довольно вдушительное тело, легкий аналоговый налет, приятную интимность и очень неплохую выразительность, отчего образы строятся большими, цельными и естественными, без сильного ухода в микроконтраст и холодную аналитичность. AIMA T10 это больше про глубину, насыщенность и передачу эмоций. До каких-то совсем уж серьезных аппаратов этот звук, конечно же, не дотягивает, но в своем сегменте очень даже крут. Особенно меня радует, что выход для наушников реализован абсолютно прозрачно относительно линейного, в этом инженеры реально постарались. Бас тут заходит достаточно глубоко, с неплохой отрисовкой текстур, серединка сочная, мясистая, с уклоном музыкальность, аверха никак не обращают на себя внимание, при этом достаточно подробно прорисовывая перкуссию и всякие высокочастотные отзвуки. Да, они кристально прозрачно, но этого здесь и не требуется. По наушникам мне очень понравилось, как герой обзора спелся с BQS Autumn, 7 Гц Timeless, получилось очень мелодично, Wiser Kylenhe, 0 3D, на их фоне дали куда более резкую картину, как и недорогие CCA ЦРА. Но тут следует понимать, чем серьезнее наушники, тем большего можно добиться от данного ЦАПа. Логика к недорогому источнику соответствующие наушники тут не работает. Когда беру, скажем, наушники Wiser Kylen, это хороший такой практически взрослый звук, а с теми же ЦРА резкий, немного плоский и подсвечивающий свистящий. То есть далеко уже не так круто. Оттого, на мой взгляд, лучше не экономить и брать к ЦАПу что-то действительно нормальное. Единственное, стоит учитывать 180 мВт мощности, чего может не хватить к каким-то тугим полноразмерам выше 250 Ом или к чему-то особенно требовательному к раскачке, вроде планаров. Хотя TIN Hi-Fi P1 Plus аппарат раскачал без проблем, чем могут похвастаться далеко не все ЦАПы из этого же сегмента. Суммарно, стационарный ЦАП с усилителем для наушников AIMA T10 безусловно радует наличием пульта управления, возможностью отключить блок ламп, использовать девайс просто как красящий предусилитель, подключить его по Bluetooth смартфону, по aptX или aptX HD кодеку, ну и конечно же своим приятным, таким сочным звучанием, где музыкальность ЦАПа можно неплохо так прокачать за счет ламп, или же наоборот подчеркнуть резкость и усилить техничность и драйв. Причем все это по вашему желанию, одной только кнопкой. Тем, кому важен темброблок, он тут тоже имеется. Я им конечно не пользовался, но как и в случае с ASIO, оно тут есть и нормально работает. Из минусов подчеркнут довольно средние на сегодняшний день измерения. Ну и выход для наушников можно было бы сделать чуть-чуть мощнее. Но тоже скорее придирки для устройства до сотни долларов AIMA показывает очень даже солидный уровень. Я бы поставил его даже выше DILVPOETRI DAG DT1. Слишком уж атмосферное и комфортное тут звучание. Причем как с участием ламп, так и без них. Мне лично понравилось в своем сегменте сверхинтересный и жанрово-независимый получился звук. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП AIMA T10. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok